Я прошу прощения, да, у меня прервалось видео, потому что не хватило просто памяти. Сейчас немножко так открыну. Вот, не хватило памяти. Давайте продолжим. И вот эта женщина говорит о том, что нужно обратить внимание на мужчину. Вот эта покойная женщина, да, тут опять же говорю, проиграется у кого-то мать, у кого-то проиграется там бабушка. Вот она, давайте так, она говорит о том, что обрати внимание на мужчину. Мужчина не свободный, но он настолько после знакомства с тобой стал думать и мыслить о тебе, что у него как будто бы всё прекратилось, как будто бы всё закончилось. Вот он женатый, а его жена поняла, что что-то не так, что что-то не то вообще происходит, да, что что-то, ну поменялось, многое поменялось. И она говорит, обрати внимание. То есть вот ты для него светишь, а он не свободный. Он считает, что это несправедливо. Кстати, с вот этим не свободным мужчиной у вас может что-то быть. То есть она рассказывает о том, что здесь может что-то быть. Здесь что-то может произойти. То есть вот эта женщина покойная, вообще душа её покойная, она очень измученная. Это женщина, которая мне сразу вышла измученной энергией. Смерть её была очень тяжёлой. Она мне и говорит, что было множество инсультов, множество инфарктов. Возможно, она потеряла зрение перед, допустим, смертью. А что худше, она пролежала в коме. И вот она вам снилась в коме или реанимация. Ну, скорее всего, глубокая кома. Кто, допустим, не вышел замуж, может быть, она очень хотела, чтобы вы вышли замуж. Что ещё она передаёт? Она передаёт, что переживает за вами. Смотрите, здесь у кого-то могут быть голоса в голове. Прям действительно голоса в голове. И вот она через эти голоса в голове пытается с вами связаться. Здесь у нас пришла покойная женщина, которая умирала очень тяжело. И такой смерти я не желаю никому. Лучше уснуть и не проснуться. Заснул и не проснулся. Хотя это не всё. Тот мир есть. И когда я ушла в общий наркоз, я там побывала. Если вы думаете, что у вас будет лёгкая смерть, вы заснёте и не проснётесь. Надо думать, что будет там. А там будет. У кого-то плохо, у кого-то хорошо. Кстати, реинкранацию я, ну как сказать, отрицаю. Был вопрос. Да, я отрицаю реинкранацию. Она говорит о том, что она переживает, что у тебя суды. Вот что-то связано по судам. Что-то связано. Вы тяжело сейчас несёте свой крест. И она говорит, что она это замечает. И раньше она вас судила. И судила очень жёстко. А сейчас она понимает, что она была очень неправа. Прям ей плохо. Очень ей тяжело. И всё. Она просто не может. И душа плачет. Так, минуточку. Прошу прощения. Сейчас я воды выпью. Кстати. Сейчас. Минуту. Вот у меня на раскладе с этой покойной душой пересохло в горле. Возможно, здесь женщина задыхалась. У женщины были одышки, тахикардия, удушье, тяжесть, боль. Она как будто умирала каждый раз. Она говорит, что она как бы ждала даже эту смерть. Вот тут у кого-то бабушка, у кого-то мать, у кого-то, может, сестра. То есть с вами на связь вышла покойная женщина по роду. И она говорит, что раньше я судила тебя. Сейчас я понимаю, что это было неправильно так делать. Внука не застала, возможно. Она говорит, я вижу, как тебе тяжело. Смотрите, ну очень тяжёлая смерть. Очень тяжёлая смерть. Вот очень тяжело. И не видит. Вы что-то не видите. Вот она говорит. А что вы передаете, пожалуйста? Что не видит? А она говорит, что какой-то мужчина, даже двое мужчин, как борются за вас. А вы как это не знаете, что ли? Не замечаете, что ли? Вот как борются за вас. А вы не замечаете. И знаете, что она мне показывает сейчас, что вот как будто один мужчина сказал другому мужчине, не подходить, что ли, к вам. То есть тут ревность. Ревность двоих мужчин. Победил один. То есть она говорит, передай. Вот тут или Нина, или Таня, или Мария, Екатерина, Вероника, Валерия звали покойную. 06 или 06-9. Я вот же сказала, что что-то по девяткам связано. Тут, может, к 9 вечера умерла. Или же к 9. Да, может, утра. Может, 09-го, 09-го. Мужчина, который пропал из твоей жизни, она передаёт. Этот мужчина пропал из-за того, что другой мужчина сказал ему не подходить к тебе. Я смотрю, кстати, на свечу, которую я скрутила для того, чтобы открыть финансовый канал. У вас очень много мороков. Прям вот воск такой, мороки. На денежный канал прям порча. Вот именно на деньги. Снимайте её, потому что порча жёсткая. Прям тяжело. Тяжёлый груз. Очень много кредитов. Уже даже участников вы стали занимать. Про мужчин говорит. Аккуратно с мужчинами. Много мужских энергий. Мужчины, которые к тебе идут, забрать, а не дать. А тебе нужен тот, который тебе даст, а не возьмёт и не заберёт. Деньги очень интересуют мужчину. Мужчин даже. Не рассказывай про свои деньги, потому что кто-то хочет нажиться. Вот она говорит, что... Ну, вы, скорее всего, тоже рыба. Рыба, рак, водолей. Она говорит о том, что внутренний голос ваш вам бывает подсказывает верно, но вы как будто просто слышите чужое мнение. Я рада, что у тебя остались сочувства. Я рада, что ты ещё не как озлобилась. И что ты ещё радуешься, как ребёнок. Она говорит что-то... Ну, она вот говорит, что вы правильно, что сохранили свои чувства. Вы ещё умеете радоваться. Ещё умеете верить, как в любовь. Это знаете, что... Да, она говорит, я помню тебя ребёнком. Вот как я... Помнишь, я подарила тебе белого кота. Что-то она рассказывает про белого кота. Это явно близкий вам человек. Это либо мать или бабушка. И ты вот радовалась. Так радовалась. И я бы всё отдала, чтобы прийти ещё сюда, к тебе. И чтобы мы с тобой вот так же порадовались. Но этого не будет. Этого уже не будет. Она вот очень говорит, что переживает, что рядом с вами не те люди. Они следят за вами. Вижу, какие ты делаешь шаги. Она говорит. Вижу, какие ты шаги делаешь. И мне это нравится. Я увидела момент. Но не все те люди, которые улыбаются тебе за столом, являются ангелами. И не так уж дьявол плох. Это прямо её слова. Потому что здесь я скажу так, что... На голове банты, под платьем копыта. Женщина стоит. Опять вот что-то вот... Женщина, которая завидует. Вот что вам дьявол говорил, то и вам сейчас покойная вот ваша родственница говорит. Вот то есть женщина, которая... У неё копыта под бальным платьем. То есть желает вам зла. И вы не хотите верить. То есть она говорит сейчас мне, передай ей... Вот она мне говорит, котик, передай. Либо она вас котиком называла. Да, котик говорит. Котик, передай ей, что надо поверить уже, что вот эта подруга от зависти сдохнет. Яд её сам распространяется на неё. И вы не верите в это. Хорошо. А скажите, как узнать эту подругу? Скажите, как её узнать? Можете подсказать? Она старше вас, волнистые волосы, любит строить из себя правильную. Она даже в возраст, может быть, она старше вас, но её зависть, она у неё разрушительная энергия. И её зависть сама её разрушает. Колкое слово может сказать, обидеть людей, постоянно в двойственных ситуациях. У неё настроение меняется минута за минутой. Здесь даже в одной женщине могут быть две женщины. То есть раздвоение личности. Молодица. Женщина молодица. Хорошо. А скажите, почему вот такая зависть? Потому что, во-первых, у неё есть движение. Скажи. То есть я передаю вам, что... Пришла ко мне сюда, прям стоит она. Улыбается, головой качает. Смотрите, безумная какая-то стоит. Вы бы видели, что вижу я. Вот эта женщина, это либо ваша мать, либо бабушка безумная стоит. Зубов нету у неё. Головой махает. Прям вот стоит она. Садись. Я ж поэтому отвлеклась. Белый халат у неё в цветочек был, или вот как сирени были. Умерла она седой. Она мне говорит, вот она сейчас стоит, говорит, я умерла седой. Умерла седой. Головой качает, как вот смеётся покойница. Шесть-семь дней в морге пролежала, говорит. Напугать хочет меня. Очень интересно. Почему хочешь меня напугать? Чтобы я прекратила расклад. Мы не прекратим, раз ты пришла сюда. Хорошо. Смотрите, вот эта покойная, которая пришла на расклад и, в принципе, пришла ко мне домой, она мне говорит ещё о том, что она не хочет слышать про вашего мужа. То есть она не хочет слышать про мужчину, к которому вы всегда возвращаетесь. То есть она говорит, что он пьяница. Она говорит, что он дурной, плохой. Она отворачивается. Она как не хочет слышать. Она обижена на вас, что вы принимаете алкоголь. Или что-то связано с наркоманией. Что-то связано с наркоманией. Показывает мне какого-то мальчика сейчас ещё. Он тоже пришёл, этот мальчик сюда. Она говорит, что надо навестить могилу мальчика. Что за мальчик? 7-6 лет рядом с ней похоронен. Вот он сейчас тоже смотрит на меня. У него машинка военная зелёная стояла на надгробии. Холодно в могиле, вот она говорит. Почему вам холодно в могиле? То есть она говорит о том, что не хватает тепла, что вы не приходите на могилу к ней. Она вам даже снилась и говорила, что она хочет кушать. То есть здесь она что-то говорит принести на могилу. Хорошо. У неё что-то с пальцами было. Или она пальцы говорит. Хорошо. Ладно, окей. Что вы вот скажите мне? Я уже с ней даже общаюсь. У меня вот балкон. Вот я её вижу. Что вам принести на могилу? Она любила китайский чай. Или же пила что-то, может, для стройности. И яблоки, говорит, любила я, красные, спелые. И вот она говорит, что наблюдает. Ну вот стоит она. Хорошо. Надо наблюдать за своим здоровьем. Она ещё рассказывает, что смотрела через лупу. Ну вот тут она стоит, конечно, не в лупе, а так как-то через лупу. Или у неё был бинокль. Что-то рассказывает. Тут она уже рассказывает о своих вещах, которые ей нравились. Могла астрологию изучать, или же любила её. Ну что-то связано. Ну как может... Вообще ей нравились звёзды. Но тут ещё речь о... Что вам надо от меня? Смотрите, тут она рассказывает, что очень сильно было тяжело. Она вся была заколана. У неё как будто бы ножи были... Были ножи. Или она была разрезана. Или она была разрезана вся. То есть очень много операций. Желчные каменные болезни. Может, мочекаменные. Правильно я говорю? Так. Ну очень много было капельниц. И она передаёт, она говорит, что не комплексуй из-за своей внешности. То есть не надо комплексовать из-за своей внешности. Она говорит ей... Она немножко сумасшедшая была. Я прошу прощения. Мне кажется, что на почве всех болезней и стрессов она немножко сошла с ума. Потому что она не уходит. Она стоит возле балкона и качает мне головой. Волосы седые. Она меня даже зовёт. Это агрессивный покойник. Это агрессивная покойная душа. И она вот так вот пальцем ещё любила делать. Она то смеялась, то плакала. Возможно, у неё были инсульты, инфаркты. Отмирание что-то клеток, головного мозга. Потому что она сейчас просто зовёт меня на балкон. И здесь что-то такое вот не совсем нормальное. Да, скорее она мне и говорит. То есть может ей так не хватает внимания. Но, к сожалению, я живу в другом городе. И на могилу я к вам прийти не смогу. Мы можем поговорить с вами так. А вот вам нужно прийти к ней на могилу. Она сошла с ума. Давайте поговорим ещё с вами о такой теме. Хорошо, передам. Смотрите, здесь вот ещё такой момент. Я постараюсь передать вам, что она говорит. Вы уже это. Хорошо, подумайте. Или же информация, она общая. Но, может, что-то своё найдёте. Она говорит, что часто вспоминает такой момент, как вы оставили ребёнка своего на неё. Вы уехали, а у неё, у ребёнка запутались волосы. И она просит прощения. И говорит, зайчик, прости меня вот за это, что я не уследила. Она очень много работала. Она очень много работала, очень много трудилась. Такая работящая была. Но ушла. Знаете, вот она говорит почему-то мне, что... И очень она переживает. Она говорит, что я настолько жила достойно, благородно, а ушла плохо. Ушла ни с чем. Не гонитесь за деньгами. Я даже вам без неё скажу. Просто без неё скажу. Что за деньгами гнаться... Ну, не надо гнаться за деньгами. Очень печально. В душе. Такая в душе. Она... Очень тяжело. Она плачет постоянно. Душа плачет. Смотрите, от свечи у нас так отпадают. Это все ваши долги. Вот чтобы они ушли, свеча, которую я зажгла, скрутила на финансы, делайте чистку. И она говорит, эта душа, что она постоянно плачет. И вы плачете. И она хочет подняться ввысь, а вы плачете и не даёте ей покоя. Плачете и не даёте ей покоя. И ей приходится возвращаться на землю. Просит прощения. Вот она что-то о гранатах говорит. Может, на могилу ей надо принести эти гранаты, да? Хорошо. Что? Сейчас мы ещё посмотрим, что там за покойное. Ну, душа немножко... Она вообще, мне кажется, что, возможно, вот эта женщина, которая стоит у меня на балконе, она страдала психическим заболеванием, скорее всего. И вообще здесь нужен ритуал, чтобы её проводить. Потому что она, душа её выстряла в этом мире. У неё был большой деревянный крест. Сейчас посмотрим ещё, кто пришёл. Что за душа? Вот опять она мне говорит, что посмотри на эту подругу. Хорошо, всё. Давайте с вами завяжем диалог. Выход там. Ещё какая-то душа хочет... Сука, не уходит, блядь. Ещё какая-то душа хочет с вами поговорить. Сейчас посмотрим. Что за душа хочет с вами пообщаться? Что за душа хочет с вами пообщаться? Что за душа хочет с вами пообщаться? И у неё разбитое сердце Плачет Вот она, женщина Ну тут уже Здесь уже ваша подруга или сестра Умерла от алкоголя Сама себя убила, сама себя отравила И вот она хочет с вами пообщаться Мёртвую её нашли А может её и убили Что ты хочешь сказать? Что мне тебя не хватает Я очень сильно переживаю Вот она показывает уход Она говорит, не по той дорожке пошла Не ту дорогу выбрала А может даже она от порча была На алкоголь Она от порчи, вот может и подсела на этот алкоголь И умерла И она говорит, что я ушла Так быстро, скоротечно И много тебе хотела сказать Но не сказала Тут либо подруга, либо сестра Умершая приблизительно 35-38 лет Где ты похоронена Четыре могилы рядом Две фотографии Ну вот почему-то она говорит Там, где не ходят люди Может где-то на заброшенном кладбище Но вряд ли, что там есть захоронение Потому что я сама работаю на заброшенном кладбище И там у нас не захоранивают уже Не хоронят Правильно, да Но подхоранивают, конечно, может Знаете, солдатов, которые погибли И то, если у них там где-то Пра-пра-пра Были родственники Что еще хочешь сказать Что она приходит к вам домой Только ко мне не приходи В этом пузе расклада Что она приходит к вам домой Но она ограничена Она говорит Мне очень тебя не хватает Очень тебя не хватает Побереги моего сына Тут что-то о сыне Может вы воспитываете ее сына Или думаете взять Она говорит Солнца нету Погасло солнце Что там говорят Она говорит Я видела всех людей своими врагами И вот опять она повторяет Что она пошла не по той дорожке Что она пошла не туда И не смогла вовремя остановиться То есть она меняла мужчин Здесь какой-то образ такой нехороший Вот у нее вышел И здесь вообще женщина Ну никак 35-38 лет И она передает о том Что тяжело Что плохо И ей вас не хватает Умерла она в марте То есть либо 9-го Либо 10-го умерла И вот очень тяжело Не знаю Тут как с вами связаться Танцами могла заниматься Восточными А что ты хочешь передать еще? Не надо ругаться С кем? Скажи С кем не надо ругаться? Из-за денег с кем-то ругаетесь Из-за обмана ругаетесь А может вы с ней ругались? Ну все-таки А может с ней вы ругались Из-за мужчины? Такое имеет место быть И вот она говорит Что мужчина Ее сбил С пути дорожки А сейчас живет Гуляет Жену нашел Жена ему что-то родила Она говорит Но она говорит Что ей не хватало Тепла Но вы знаете Я так скажу Это был слабо морально Слабый человек Потому что Если я имею свое мнение Меня никто не собьет С пути дорожки Вот Я и Каю Чернобокс умный Кто-то меня вспомнил Бля и Каю Вот она говорит Чтобы вы Не шли по ее дороге Она уже говорит Что видит Что вы не тех мужчин То ли приводите То ли принимаете То ли Вы воспринимаете Не так мужчин Что-то вот такое И тут о деньгах Что ли говорит О каких-то деньгах О каких-то вот Она видит Что вы боретесь Да Вот Ей это нравится Она говорит Я вижу Какая-то сильная Но не иди По моей Дороге По моей Тропе Можно я немножко Отойду с расклада Если Вот просто Мне будет кто-то Звонить По видео Просто я говорю Иди нахуй Я не разговариваю Много Не надо мне звонить По видео Если человек Звонит по видео Это уже говорит Что он не готов Платить Он хочет меня Увидеть Но я живу В Краснодаре Приезжайте Посмотрите на меня Зачем мне Названивать Человек Вот еще Такие моменты Я вот Мне пишут Для расклада Я им говорю Скидывайте фотографию Называю сумму И готова В принципе Им помочь И блять Они скидывают Фотографию Но не скидывают Сумму Девочки Это мальчики Не знаю кто Но мужчины Редко обращаются Я работаю Платно Ребенок Дьявола Я люблю Деньги Мы не будем Просто так Отдавать свою Энергию Свою силу Оплачиваете По номеру На карту Получаете Ценную информацию Я работаю Платно Вот Те бабы Которые мне нравилась Там моя манера Там общение Которые хотели Меня найти Дать мне пизды Когда вы уже придете Я хочу Чтобы мне Кто-то дал пизды А то я обычно даю Я хочу Чтобы вы мне дали Когда вы приедете Вот Когда вы придете Я вот выхожу на улицу Никого нету Никто не приходит Она говорит О мужчинах Смотрите Здесь могла быть Такая женщина Вот эта душа Такая вот Прожженная Вот Ну Вот женщина Которая вела Хуевый образ жизни Она сама Эта душа Говорит Что я ничего Хорошего не видела Не пойди Не пойди по моим стопам Не нужно идти По моим стопам Вот почему-то Да Она говорит Что я пошла Не туда Опять повторяет Мне И вы знаете Она вот так вот сидит Вот я не знаю Как объяснить Вот сейчас Она вот так сидит И вот эти ладошки Вот так вот К Вот как К колбу Что ли Вот их Что ли Я не знаю Как правильно Вот Или лицо Прикрывает И она говорит Что я наделала Мне бы жить и жить Но я уже не живу То есть да Что-то вот такое Вот Ну вот что-то Она рассказывает О сожалению О сожалению Своих действий Вот она говорит Сначала надо думать А потом делать Что еще ты хочешь передать В любовь поверила Поверила мужчине Который Меня не любил Зависимости было много Я зависела от материального Я искушалась Искушалась деньгам А может быть Такое Что она вообще Поехала На заработки Ее там убили Вот может Еще и такой В этот момент Она вам тоже Рассказывает Про свою Чему-то Подругу Про вашу Может общую Может вот Эта подружка Про которую Говорила Ваша родственница Покойная Первая душа Которая пришла К нам Может быть Она вот Тоже Предупреждает О ней Вот Тоже Предупреждают О ней Завидует Вам эта подруга Делает Мороки Кстати Тут мороки Тут что-то Кладбещенское На вас На вас Вот что-то не исполнено. Света, Алёна, Екатерина, Стефания. Вот так она, вот мы могли её звать. Я хотела быть актрисой, она говорит. Любила играть. Она говорит, я хотела бы играть, я хотела бы быть актрисой. И вообще она мечтала, да, она мечтала играть. А, кстати, тоже она говорит, я люблю Хэллоуин, как и ты любишь. Вот она любила Хэллоуин. Она хотела играть, она хотела быть актрисой. Вот именно не танцевать, а быть. Вот уйдёт эта ваша родственница отсюда, нет? Она просто ходит у меня. Вот родственница, кстати, покойная, это либо ваша мама, либо ваша бабушка. Она ходит у меня по, вот просто жалко, что они просто ходят по балкону. Вот, пошла до свечей она пошла. У неё волосы седые, она показывает на седые волосы. Вот, кстати, вот этой первой нужно делать такой ритуал. Вот надо с ней поговорить. Приходите на личный расклад, надо с ней поговорить. Вот эта вот вторая душа, она не агрессивная. Вот эта начала агрессировать. Начала агрессивно себя вести, пугать меня. Ну, куда ж меня напугаешь? Неадекватно просто головой качает. А сейчас спрошу, на что-то вот злится первая душа. Может, что-то вам ещё... Я, может, что-то недопередала? На что злишься? Мы её отложим. Не туда вы тратите деньги, она говорит. Не туда. А что, а куда надо? Завяжи штаны или что-то завяжи, что-то такое. Вот, может, она любила умеренно тратить деньги. Может быть, она любила это говорить при жизни. Может, она видит, что вас хотят обмануть как-то вот так. Ну, возвращаемся к этой вашей подруге. Она говорит, что она хотела... Вот, она хотела быть актрисой. Я хотела играть. Смерть. Вам тоже угрожает смерть, она говорит. Прямая. Вот почему-то от вот этой подруги, которая вам завидует. А расскажи, пожалуйста, в чём эта подруга завидует? Ещё раз можно. Вашей стойкости. Почему-то, что мужчины обращают внимание на вас? Она молодится. То есть она молодится. А вы знаете, бывают женщины... Вот, я не хочу оскорблять. Ну, в городе вот этот разговор услышала. Женщину одну увидела. И лет сорок пять дала бы. А она другой говорит. Да, Кристина, где мы будем мои двадцать шесть лет отмечать? Вот, да, представляете, такое бывает. Но что у нас, да, вот как снаружи, то и внутри. Вот так. Поэтому здесь она говорит почему-то о том, что эта подруга вот прям молодится. И она очень старо выглядит. Вот если и тридцать выглядит на пятьдесят, если и пятьдесят выглядит на восемьдесят. Оторвался тромб у вашего отца. Она ещё говорит, что может оторвётся. А вот ещё она мне передаёт, что эта подруга, помимо того, что ревнует, она ревнует, помимо того, что ещё завидует. Ей нужно так, чтобы вы были одна, чтобы вы были, вот сидели рядом с ней, ни с кем больше не были и состарились нахуй. Вот простите, но вот прям так вам передали. Поэтому эту подружку, вот, и, ну я не знаю, как ещё выразиться. Тут что-то вот такое вот идёт. Вот так вот. Будто бы вот как она считает, что вы её собственность. А я такой момент ещё вставлю от себя. Повесилась. Она мне ещё сказала повесилась. Потому что она и повесилась. Хорошо. А Марена на что-то злится на вас, я не знаю.